против автономного отопления. Скажу почему. Простой пример. Есть старые «Жигули». Если мы хотим сделать из них «Мерседес», то как бы мы ни делали, сколько бы мы туда денег не вкладывали, живены переделаны, и как «Мерседес» никогда не будут. И если дома, спроектированные в Советском Союзе, в которых мы все с вами живем, начнем переделывать, кто как пожелает, то те, кто не переделывает систему отопления, останутся без тепла. Потому что система взаимосвязанная. Это первое. Второе. Автономное отопление, это в основном газовое. Ни вытяжки, ни рассчитаны. Ничего. Мало того, это дополнительная опасность газа, который работает. Это же люди. Люди имеют свойство забывать, ошибаться и так далее. Это дополнительная взрывоопасность здания. Ну, не очень хочется жить, предположим, на бомбе газовой, например, я живу на седьмом этаже, а на шестом взяли и поставили автономку. Ну, как бы мне неприятно это. И мало того, все равно думаешь, а вдруг они что-то сделают не так, а пострадаем вместе. Поэтому этот фактор. И вот самый главный аргумент, который на сегодняшний день мы не можем перебить, это то, что индивидуальное отопление автономное. И у нас было, что сегодня похолодало. Человек взял и включил себя, ему комфортно. А те, кто живет на централизованном теплоснабжении, те ждут решения городского совета. И когда это произойдет, мы тогда запустим. Вот это как бы сегодня самый главный аргумент. И против него нечего сказать. Но индивидуальные тепловые пункты позволяют подавать отопление даже в этом. Хотите в этом, вам холодно, уберите тепло. Но для этого нужно немножко переделать систему централизованного теплоснабжения. Это достаточно трудоемко и дорого. Вот сегодня отдельную квартиру, когда делаю автономку, человек же оплачивает. За эти деньги он ставит себе котел, ставит новые отопительные приборы, делает новую разводку. Но это стоит денег. Вот если бы 20% денег дали бы кто-то, государство или еще, то можно было бы дом за 20% от, если сравнить полностью перевод на газ автономный, а сделать индивидуальные тепловые пункты, которые позволяют делать то же самое, то хватило бы 20%. Индивидуальный тепловой пункт позволит регулировать отопление в каждой индивидуальной квартире, при этом не влияя на теплоснабжение со смежных квартир. Вот сегодня мы уже года два, наверное, то и три, при проектировании домов, когда застройщики приходят за получением технических условий, мы закладываем этим застройщикам, первое, обязательно индивидуальный тепловой пункт, обязательно установку приборов учета по горячей воде и по отоплению на каждую квартиру. И мы обязательно составляем проектировать дома новые, современные, двухтрубной системой, чтобы две трубы подачи и обратно идут в подъезде, от него идет горизонтальная разводка на отдельном, на каждую квартиру. А не так, как по-старому. С первого этажа на второй, потом на третий, до шестнадцатого этажа и потом вниз. И тогда система, как бы связанная, в отдельной каждой квартире сделать ничего нельзя. Вот индивидуальный тепловой пункт заменит автономное отопление. Продолжение следует... Продолжение следует...